Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. Наверняка многие из вас сталкивались с такой проблемой, что весенние посадки луковичных культур, таких как нарциссы, тюльпаны, после их отцветания приобретают некрасивый и такой неопрятный вид. И всегда возникает вопрос, как задекорировать эти места, чтобы ваши цветники, которые радовали вас весной, радовали вас также сильно и на протяжении лета. И когда мы посадили луковичные, самое время подумать о том, как же мы будем декорировать эти отцвевшие луковичные цветы после их отцветания. Я предложу вам одно простое решение, которое наверняка найдет отклик в ваших душах. Но дело в том, что многолетники сажать вокруг таких луковичных культур, как тюльпаны, нарциссы, не очень удачная идея, поскольку многолетники разрастаются, они требуют много питания, они затеняют, тюльпаны не любят затенение, им для того, чтобы сформировалась полноценная луковица, которая будет в следующем году хорошо цвести, нужно, чтобы почва прогревалась, чтобы она была сухая достаточно, многолетники не дадут вам такой возможности. Поэтому лучше, конечно, для этой цели использовать летники. Многие из вас скажут фу. Ну да, возможно фу, если вы не знаете, как правильно работать с однолетними цветочными культурами. Я предлагаю использовать цветочные культуры, которые не потребуют от вас ни выращивания рассады, ни ее покупки, они потребуют от вас только приобрести семена. Чтобы у вас не получилась однотонная и монотонная посадка вот этих однолетников, я бы вам хотела подсказать несколько цветочных смесей, которые позволят вам создать красивую красочную картину. Ну, например, весной у вас был цветник, на котором росли различные розовые тюльпаны. И, конечно, в дальнейшем вы хотите поддержать вот это розовое пятно. Не очень удачной идеей будет высаживать какую-то одну цветочную культуру на это место. Лучше сделать цветочную смесь в розовых тонах, которая будет хороша на протяжении всего лета. Какие растения для этого можно использовать? Первое растение, которое наверняка придется вам по душе, это лаватера. Лаватера трехмесячная. Это однолетник, который очень быстро развивается. Он не требует выращивания рассада. Вы можете посеять его семена прямо под зиму. Но все-таки лучше это сделать весною. Для того, чтобы лаватера не чувствовала себя одиноко в этой смеси, добавьте туда такое растение, как однолетний гипсофила. Мы все привыкли к тому, что в букетах и цветочных композициях используется метельчатый гипсофила, который является многолетником. Но гипсофила изящная, однолетник, он вам понравится. У него есть сорта и с белыми, и с розовыми цветами. В принципе, в смеси с лаватерой вы можете использовать и тот, и другой сорт. Это будет красиво и изящно. Цветки их повторяют друг друга по форме, только отличаются по размеру. Для того, чтобы разнообразить картину, вы можете использовать еще такое растение, как василек. Обычный наш василек синий, который засоряет посевы злаковых культур, имеет большое количество сортов, отличающихся как махровостью соцветия, так и его окраской. Я рекомендую для этой смеси использовать васильки с махровыми, либо с простыми розовыми или малиновыми соцветиями. Это растение также можно высевать под зиму. Оно хорошо, семена вот эти, сохраняют всхожесть, и появляются ростки рана. Что еще можно использовать для такой сорта смеси? Рекомендую попробовать вам такое растение, как однолетний лен. Это растение с такими красно-розовыми цветами. У него не очень обычный цвет, и оно тоже очень хорошо сочетается по форме с цветками гипсофилы и лаватеры. За счет того, что цветки у него чуть более крупные, чем у гипсофилы, но помельче, чем у лаватеры, он создаст такое приятное разнообразие. Для того, чтобы добавить в нашу цветочную композицию вертикали, поскольку все перечисленные до этого цветы, они немножко такие будут, горизонтальную иметь вид, я советую вам попробовать такое растение, как дельфиниум аяксов, или однолетний дельфиниум. Обычный его окраска синий-сине-фиолетовая, но также у него есть сорта с розовыми цветками. С розовыми, белыми цветками они разнообразят вашу цветочную смесь. Можно посеять ваши семена прямо сейчас, осенью, незадолго до наступления настоящих морозов, до того, как ваша почва замерзнет. Либо, все-таки я советую сделать это ранней весною. Почему ранней весною? Ну, дело в том, что если будет весна очень ранняя и быстрая, вы не сможете нормально, ваши однолетники начнут расти слишком быстро и будут затенять какое-то время ваши луковичные культуры. Если сеется растение весною, то вы успеваете подкормить луковичные культуры своевременно до начала цветения в момент бутонизации, а также в период цветения, для того, чтобы ваши луковицы заложили хорошие цветочные почки на цветение следующего года. И все равно все эти культуры, они очень быстро расцветают и создадут у вас уже красничный хороший цветник приблизительно к началу середине июня. Если вы при первой подкормке рыхлений, первая подкормка рыхления луковичных культур после того, как сошел снег, когда появились бутончики, вы в этот момент подкормили, подрыхлили и посеяли свои однолетники. Я рекомендую смешать семена все в одной емкости и сеять их в разброс. Возможно, рядами вам будет это сделать удобнее, но, конечно, при посеве в разброс получается более естественная картина. Если вы хорошо представляете себе сходы вот этих культурных растений, посейте в разброс. Если вы не очень уверены в том, как они будут выглядеть, лучше посеять рядочками между рядами своих луковиц и получите красивую цветущую картину, потому что все равно растения сомкнутся и будут выглядеть эффектно в момент цветения. Еще одним вариантом цветника в одном цвете можно назвать цветник в синем цвете. Это тоже очень популярное цветовое решение, которое всегда находит своих приверженцев в садах. И есть хороший набор цветов, который также позволит вам создать очень красивую эффектную картину. Вам понадобятся такие однолетники, как дельфиниум аяксов, обычный синего цвета, Василек синий, а также можно использовать его сорт с пурпурно-фиолетовыми цветами. Он также очень хорошо смотрится в этой смеси. Он придает такую глубину оттенка. Также я добавляю в такую смесь семена обычного льна, посевного. Единственный момент. Как правило, лен посевной его не продают в отделах с семенами цветочных культур. Его продают обычно либо как пищевой лен. Эти семена также схожи, их можно использовать для посева. Либо его продают в тех местах, где продаются культуры сельскохозяйственные семена. Обратите внимание, лен с желтыми, с такими светлыми семенами, у него будут цветки белого цвета. Если вы хотите, чтобы лен имел красивый голубой небесный цвет, возьмите семена, которые имеют такой коричневатый темный цвет. Вот этот лен будет иметь голубые цветки. И также очень красивое растение, которое придаст такую воздушность и интересный такой колорит вашей смеси. Это фацелия. Это растение также продается в разделах, где продают семена сидиратов. Продается она достаточно большими фасовками. Вам не надо будет использовать всю эту фасовку. Но фацелия, она имеет красивые голубые цветы. Цветет она достаточно продолжительно. Это растение не требует ни рассада, ничего. И она является хорошим медоносом и достаточно приятно пахнет. Кроме того, если вы хотите немножко осветлить картину, вы можете добавить в смесь семена белой однолетней гипсофилы. Также эта картина будет смотреться очень эффектно и хорошо. Эта смесь также подходит для посева как под зиму. У вас при позднем подзимнем посеве эти семена взойдут ранней весной и создадут цветение уже в начале июня. Либо все-таки я рекомендую сеять его ранней весной при подкормке луковичных. Надеюсь, что мой рассказ вам был полезен. И весною вас ждут новые красивые цветники. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.